Доброе утро, друзья! С понедельником нас всех! С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, в многострадальной хмелите в Вяземском районе на Смоленщине продолжается беспрецедентная вырубка лесов. Главой Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным вновь затребован доклад в связи с обращением к нему жителей Смоленской области по поводу вырубки лесов на особо охраняемой природной территории Хмелита в Вяземском районе. В социальной сети граждане вновь обратились к председателю Следственного комитета России, сообщая о продолжающемся уничтожении Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника Хмелита в Смоленской области и нарушении режима особо охраняемой природной территории. По словам граждан, несмотря на многократные публичные заявления должностных лиц о прекращении вырубки лесов на территории данного объекта, жители Вяземского района обнаружили новую вырубку в центре музея-заповедника на берегах реки Вазуза, около деревни Марьино. По данному факту, в Следственном управлении СК России по Смоленской области расследуется возбужденное ранее по поручению председателя СК России уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса России халатность. Кстати, замечу, что почему именно от Александра Ивановича Бастрыкина должны идти эти указания проверить, возбудить уголовное дело? Почему местные, так сказать, не решают эти вопросы? Или все, так сказать, на лесе завязано здесь, на Смоленщине? И так уже более половины смоленских лесов под топор пошло. Глава ведомства дал поручение руководителю Следственного управления по Смоленской области господину Уханову представить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных при этом обстоятельствах, а также доложить, что касается доводов граждан. А я напомню, что первый доклад Бастрыкин истребовал в октябре прошлого года, когда смоляне написали о продолжающемся уничтожении музея-заповедника и о нарушении соблюдения режима особо охраняемой территории, каковой является Хмелита. Местные жители отметили, что в Хмелите незаконно функционирует охотничье хозяйство ООО охотничьей традиции. Как так может вообще-то быть на особо охраняемой природной территории, где особо охраняется каждый лепесток, каждая травинка, каждое дерево, каждая живность, пернатая, либо бегающая какая-то и прочее, и прочее. Муравей даже охраняется особо. А здесь целое охотничье хозяйство развернулось и продолжает, так сказать, свою негативную деятельность. А вот какие комментарии пишут наши уважаемые смоленские экозащитники, например, Юлия Саватеева, известная своим энтузиазмом, что касается охраны природы. Прошу провести, это она в комментарии, под этой публикацией о том, что Бастрыгин повторно потребовал доклад. Она пишет, прошу провести всестороннюю проверку Вяземского лесничества, Кайдаковское сельское поселение, дорога Красный холм Юшкова, массовая вырубка лесов вдоль дороги и вглубь. Земли распродали под карьеры, рекультивацию по завершению работ этих карьеров не производят. На местах, где должны рекультивировать огромных размеров котлованы, вода пропадает в колодцах, ведет кольца, ну то есть кольца разрушаются. И, конечно же, массовая вырубка. На протяжении многих лет почти каждодневно, это страшно, что она пишет, а ведь так оно и есть, каждодневно едут лесовозы, груженные древесиной, молодые и вековые, здоровые деревья вырубают, а на месте лесов растут и растут котлованы, наносится ущерб экологии и государству. Выходит, значит, отдельный взятый гражданин заботится об экологии, о зверюшках разных, которые проживают в этих лесах. Заботится о нашем будущем, в конце концов. А соответствующим чиновникам наплевать, а где меры, а где реагирование, а где посадки, как говорится. И вот отрадно то, что налажено очень хорошо Александром Ивановичем Бастрыкиным, обратная связь. Тут же, значит, на вот этот комментарий Юлии Саватеевой идет ответ письменный информационного центра Следственного комитета России. Юлия, здравствуйте! Уважаемая Юлия Владимировна! С вами на связи оператор информационного центра Следственного комитета Данилейко Олеся Анатольевна. Ваши доводы приняты для организации рассмотрения. Уже отрадно. И мы надеемся, что эта организация рассмотрения пройдет активно. И в конце концов, смоленские правоохранители, смоленское управление Следственного комитета России отреагируют должным образом и в соответствии с законом. Потому что доклады множатся, а дело стоит. То есть, оно стоит уголовное дело. А что касается дела вырубки лесов, оно успешно продолжается и никем не пресекается. Друзья мои, ваши комментарии можете оставить под этим моим роликом. И не забудьте, друзья, что у нас есть приют Котовася 67, питомцы которого ждут вашей реальной материальной помощи. Как ее оказать, написано под каждым моим роликом, где есть номер телефона, к которому привязана карта Сбера. Одно нажатие кнопочки, и вы имеете возможность проявить присущие вам доброту и милосердие. Здоровья всем, счастья, всех благ и мира нам на всей земле. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok